Продолжим разговор о причинах человеческих бед. Сегодня я хочу рассказать о логике, о логическом мышлении, критическом мышлении, а именно постараюсь на аргументированно на примерах показать, почему недостаточный уровень логического мышления является главной, как минимум одной из главных причин человеческих бед по всему миру. Я проиллюстрирую эти примеры, привяжу их к основным законам логики. Существует четыре основных закона логики. Закон тождества, закон противоречия, закон достаточного основания, исключенного третьего. Эти четыре закона логики, по сути, описывают, хотя и звучат как требование, мол, мышление должно быть определенным или мышление должно быть непротиворечивым, но они звучат как требование, как будто бы некий норматив. На самом деле они описывают фактически законы природы. Современная структура культуры как будто бы нам сообщает, что важнее прибыль, а не жизнь человека. Переведу другой пример. Та же организация объединенных наций была создана для того, чтобы удерживать мир на планете. Мир и сотрудничество. Вот два главных приоритета организации объединенных наций. Несмотря на это, ежегодные продажи оружия, 100 главных производителей оружия по всему миру, более 400 миллиардов долларов. Выходит, что война это очень прибыльный бизнес. Так все-таки война допустима или недопустима? Вот сейчас я сформулировал мысль в форме закона исключенного третьего, то есть через прямое отрицание. Если мы постулируем ценность жизни человека, гуманистические ценности, то почему у нас компании получают прибыль за производство оружия? Это не наивные размышления. Важно понимать, что мы либо обнаруживаем логические противоречия и делаем их значимыми, а либо мы обнаруживаем противоречия и делаем его незначимым. Люсиен Левибрюль, замечательный исследователь прошлого, основатель французской социологической школы, говорил, первобытное мышление, это его главная черта, характеризуется нечувствительностью к противоречиям. То есть они могут обнаруживать противоречия, но они незначимы для них. Вот это замечательное в кавычках свойство первобытного мышления мы часто демонстрируем. Мы обнаруживаем противоречия, но мы не придаем ему значения.